Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Этих двух крутых игр Проходить будем на харде Для полного погружения в игру И полное ощущение атмосферы Итак, ну что, начнем И на выбор нам предоставляется Выбор сложности Итак, вопрос Насколько сильно вы любите свои игры? Первое, готов покорить гору Возможно, но потребует немало усилий Второе, готов отправиться в поход Хорошее упражнение без особого напряжения И третье, готов прогуляться Можно расслабиться и получить удовольствие Ну что, давайте покорять гору Как и в классической части Нам дают на выбор Два персонажа Одного из двух персонажей Это Крис Редфилд и Джилл Валентайн Проходить будем за Криса Вот Вспоминать С чего же все начиналось Будем за Криса А дальше уже За Джилл мы, наверное, уже будем проходить Когда Пройдем вторую часть Там Ну Как бы В дальнейшем Пройдем За Джилл Команда Альфа облетает лесной массив Расположенный на северо-западе Ракун-Сити В поисках вертолета наших товарищей из команды Браво Которые пропали в ходе выполнения задания Жестокие убийства недавно произошли в Ракун-Сити Начали появляться странные отчеты о семьях, подвигшихся нападению группы Состоящей из десяти человек Жертвы, вероятно, были съедены Команда Браво была отправлена на расследование Но мы потеряли с ней связь Смотри, Крис Вертолет команды Браво был пуст Если не считать тело Кевина Мы продолжили поиски других членов команды И это превратилось В ночной кошмар КОНЕЦ 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 Ааа! 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 Аааа! Ааа! Проклятие, бежим к тому особняку. Добро пожаловать в кошмар. Осталось всего три члена команды Старс. Капитан Вескор, Джилл и я. Мы не знаем, где Берри. Все в порядке? Берри, где Берри? Он... Нет. Что это было? Я пойду проверю. Хорошо, Джилл и я останемся охранять эту зону. Крис? Будь осторожен. Да. Ну что, вот собственно и мы пробрались в особняк. Вот. Давайте посмотрим, что у нас в инвентаре. Я сделал оригинальное управление. Как-то более попривычнее так. Вот. Инвентарь у нас небольшой. Давайте посмотрим. Зажигалочка. Это медь, покрытая золотом. Ну, прикольно. И у нас есть ножик. Ножик. Армированный сплав и зазубрина на краю лезвия. Крис не расстается с ним с самой службы ВВС. Окей. У нас ножик и зажигалка. На харде-то будет с ножом... Ох, жарко. Так. Что это у нас? Возьмем лента. Будем осматривать, изучать каждый предмет. Лента. Все открывается, так все двигается, используется в печатной машинке. Так. Лента это у нас сохранение. Для печатной машинки мы можем сохраниться три раза. Всего три раза. Вот, собственно, и печатная машинка. Ладно, сохраняться мы не будем пока. Вот. Пока поизучаем. Единственное движение тут это мерцание молчаливого пламени свечей. Так. Неправда. Еще часы двигаются. Когда двое пробегут друг против друга, путь к вашей судьбе будет открыт. Понятно. Это, наверное, одна из загадок, которую пока я еще не могу понять. Изображение двух рыцарей, атакующих друг друга. Короткий меч пронзил грудь одного рыцаря, тогда как длинный меч пронзил голову второго. Кстати, наверное, к часам относятся, я думаю. Смотрите, если логически так подумать, длинный меч это минутная стрелка, а маленький короткий меч это часовая стрелка. Это, как бы, я так думаю. Вот. Но пока с часами я не знаю, что делать. Гроза прям такая. Гух. Гух. Прям. Ладно, давайте посмотрим, что здесь. Камин. У нас здесь камин. Возьмите эмблема. Нет, эмблема мы пока брать не будем. У нас инвентарь ограничен. Так, на получи это кровь. Надеюсь, это не кровь моих друзей. Надейся, Крис, надейся. Мы тоже будем надеяться, что это не наши друзья. Пролили здесь кровь. Так, в принципе, в этом месте уже мы осмотрели все, что нам нужно. Давайте двигаться дальше. И, как мы помним, из классического резидента нас сейчас идет первая встреча с зомбаком. Заставочка должна быть. Ох, заставочка прям здесь сделана так. Жутковатенькая. Так, нет. Наверное, я... Нет, давайте я не буду с ним сражаться. Ножом я что-то учу. Что-то мне не хочется. Ножом на него лезть. Как я помню, если здесь ничего не изменилось, то... Сейчас мы должны выйти, у нас там в холле никого не будет. И будет лежать пистолет. Джилл. Тогда можно будет подобрать и уже сразиться с зомбированным. Уэскер? Джилл? Куда они ушли? Ну вот, собственно, пистолет лежит, да, как я и говорил. Ничего не поменялось. Давайте посмотрим. Старс на нем начерчено. Прикольненький такой пистолетик. Автоматический пистолет Старс использует 9 миллиметров патроны. Ничего не написал, что это пистолет жил. Так, давайте сразу экипируем. И отправимся на бой. На бой со свирепым кровожадным зомби. Сейчас мы его покошим. Ну-ка, где-то говнючок. Опа, его нет. Труп вашего товарища, Кеннета. Похоже, он что-то держит. Эта запись принадлежит Кеннету. Мне нужен видеоплеер, чтобы посмотреть, что там записано. Ну, видеоплеера у нас нету. Труп вашего товарища, Кеннета. Похоже, что ему разорвали глотку. О, я слышу. Я тебя слышу. Где же ты? Я хочу тебя уничтожить. И все. Так, давайте добьем. Ножичком будем экономить патроны. Не получилось. Так, окей. Заново пистолет. Ну, хотя один патрон мы сэкономили. Тоже что-то. Все, готов. Ну, растекся. Так, окей. Ладно. Давайте будем изучать дальше здание. Закрыто с другой стороны. Прямо декорации. Так вот эта вот графика сделана так. Атмосферку передает резидента. Символ лад вырезан на замке. Прикольно так. Гроза. Анимация. Вот это все. Смотрите, пыль. Это лифт. Не похоже, что он останавливается на этом этаже. Так, лестница вниз у нас. Закрыто. Символ меча. Вот эти переходы с локации на локацию, кстати, двери разоводчики молодцы, что оставили. Прямо ностальгия такая. Так, что, двигаемся дальше здесь, да? Вот эти вот переходы. Прикольно. Прикольно. Освещение. Вот это все. Тени, смотрите. Все двигается. О, патроны. Патроны это хорошо. Патроны это здорово. Большая клетка для птиц. Внутри мертвый ворон. Трупец. Тихо. Какой у тебя? Нет? Мертвый? Здесь труп, упавший на пол. Как будто это была мгновенная смерть. Какого черта произошло в этом особняке? Типа этот труп он не встанет, но хотя фиг знает, может и встанет. Смотрите, какие-то крюки здесь. зеленая травка отлично. Сейчас комбинируем сразу. Думаю, как и в старых частях можно комбинировать. это же одна из главных фишек резидента. Дикорастущая трава сосредоточена в этом районе. Одна из главных фишек резидента смешать, высушить, скрутить, скурить. и наш герой сразу вылечится. Смотрите, даже створки двигаются. Так, я вижу чьи-то ноги. еще трава. Ладно, рычание слышу. Ладно, пока мы не будем воевать с ним. Давайте пройдем сюда. Траву там оставим. Так, это что? На щите надпись смерть это только начало. Кстати, такую локацию я почему-то не помню. на щите надпись смерть истинная сущность блаженства. в риле я не помню этой локации вообще. Ключ смотрите лежит. На щите надпись смерть это все. закрытый закрытый символ шлема. Ясно. Давайте возьмем ключ. пусть пусть кто возьмет это найдет упокоение в смертью. А у меня этот не двигается персонаж. Что за фигня. О, надвигался. Ложи. Ложи обратно. Положи обратно. Так, ясно. как говорится хочется и колется. Вот он. Знай да бери. А нет надо что-то придумать. Ладно здесь нам еще походу рано. Вернемся сюда попозже. Когда поймем что делать. Что здесь делать. Сейчас пока просто посмотрим особняк походим. Так чувачок гуляет. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Ух ты какой живучий ты падла. Толстячок. Ну-ка там еще. Ну-ка умирай. Умирай. Ай-яй-яй. Меня сейчас сожрут. Блюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Все умер. Жесть. Меня меня покромсали. У нас опасно. Так. Ну что придется съесть травку. что делать? Она здесь одна. Используем. Ну хотя бы так. Хотя бы внимание. Так. еще перезарядиться надо. И там еще где-то рычит второй зомбарь. Вот его тоже закрыто с другой стороны. Что-то блестит. Я вижу. Блин. О таких локациях вообще не помню. Вот это тоже какие-то копья стоят. Статуи. Что это? Стрела. Золотая стрела. Так. Изучение предметов. На экране статуса выберите предмет. Сделайте выбор изучить. Вы увидите описание предмета. давайте надо изучить ее. Похоже что наконечник можно снять. О. Наконечник сделан из ольвина. Иногда его называют изумрудом бедняка. Так. Снять мы сняли. Что с ним делать пока не известно. оу оу там патроны. Так. Умирай. Умирай. Какие они живучие то. Все. Умер. Блин я убил двоих зомби и потратил почти все патроны. Пипец. Что же будет дальше? Закрыто с другой стороны. Вы открыли ее. Отлично. Воу еще зомбарь. Закрыто символ меща вырезан. Блин. Не чувак я с тобой здесь по-моему можно обойти кругом. О смотрите что-то лежит. Вы можете взять кинжал. Чрезвычайное уклонение. Используйте оружие самообороны такие элементы как кинжалы позволят вам избежать урона при контакте с врагом. Тем не менее вы не сможете бежать когда враг захватывает вас. Чтобы надеть оружие самообороны переедите на экран статуса и выберите предмет в меню оружие самообороны. Выберите и нажмите команду надеть. Если в настройках управления стоит ручной режим оружие самообороны вы должны нажать ЛБ чтобы использовать оружие самообороны. Так. Оружие самообороны экипировано. при помощи этого кинжала вы можете защитить себя и избежать захвата. Прикольно какое-то новое введение. Такого не было в старой классической версии. Так. Какой-то изумруд держит девушка. А, надо толкать. надо толкать. Да, да, да. Надо ее уронить. Чтоб она разбилась. Давай быстрее пока этот хромоногий там не пришел. Отлично. Витраж. Узор в центре напоминает женщину. Окей. Так, с ним мы сражаться не будем. Тратить патроны еще на него. Не стоит, я думаю, это. Так, мы я так полагаю мы вышли в холл на второй этаж. Закрыто с другой стороны. Картина маслом в большой рамке. Она хорошо сохранилась и люди в ней еще живо изображены. Картина маслом напечатана. Так, какие-то мужики. Еле мясо мужики называется картина. Сквозь темноту и туман ничего не видно. да блин, отвали. Закрыто. Символ отверзан. Кстати, по-моему, в оригинальной версии вот эта дверь была открыта. Она вела, по-моему, на бал... не на балкон, а там... Короче, типа веранды какой-то. Закрыто. Символ мяча. Окей. Спускаемся вниз. Так. Это что, у нас тоже дверь? Так, это мы вышли на улицу. Нет, давайте попозже сюда придем. Сначала мы в особняке полазим. посмотрим еще что есть в этом особняке. Вот. Так, там лесенки, по-моему, какие-то были. Двери. А, кстати, в классической, по-моему... Вол. Интересно, что же с той стороны двери? Крис, мне ни капли не интересно, что там с той стороны направо и левой створках двери находятся восьмиугольные углубления. Мне ни капельки не интересно, что там находится. В классической версии я не закончил. В том месте, вместо двери, вместо вот этих решеток, вместо двери была печатная машинка, по-моему. закрыто, символ шлема. А в этой двери, по-моему, можно было менять костюмы. О, вот эту локацию я помню, да. Портрет висит на стене, такое ощущение, что он смотрит на вас. Здесь надо будет двигать, да. Девушка, несущая воду. Здесь надо будет двигать. Так, закрыто, символ меча. В рамке стоит старая фотография, возможно, это человек как-то связан с особняком. Фотография Спенсера, наверное. Так, вот эту штуку надо двигать, я так понимаю. Только как... А! Наверное, мне надо с той стороны слезть. Так. Дотянемся? Это карта локации. Понятно. Карта, это хорошо. карта всегда пригодится. Так, что у нас? Давайте сюда пройдем. Шутка, изображение особняка. Картины такие все укутаны тряпками, тканью. вазы какие-то. Вазы какие-то. еще один кинжальчик. Отлично. Нет больше ничего. Различные художественные принадлежности. Кто-то любит рисовать, или просто покупные. Что? Воу. В тупик загнал. Крис, ты что спотыкаешься? Кто-то огромный. воу, 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 воу. Нет, 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 нет. Пошел нафиг. Блин, кинжальчик. Так, здесь мы все. Валим туда отсюда. Пускай он там с кинжалом в башке шарится. Так, ну что? Осталось у нас, получается, осталась вот эта дверь на улицу. Давайте посмотрим, что здесь. интересного. Блин, я слышу шаги зомби. О, что, движет, что ли, нет? Как они рычат, это? Вообще. Какие они живучи, а? Я вот не устану поражаться. Да умри ты уже, но. Ай-яй-яй-яй. Фух, чуть не схватил. Все, упал. Жесть. Я на него истратил целую обоим. Все, коньки отбросил. даже больше, больше обоим истратил на него. Это кладбище. Блин, еще один. Что за жесть? Закрыто с другой стороны. Там что-то блестит, смотрите. Разрушенное надгробие. Нет ни имени, ни надписи. Окей. Там еще один. Давайте мы с ним тоже. Отлично. Отлично. Голову просто в щепке. Так, коробка какая-то. Патроны для дробовика. Вот это круть. Так. Патроны 12-го калибра для дробовика. Даже внутри лежат патроны. Так. Патроны есть, дробовика нет. Но я думаю, раз мы нашли патроны, значит мы скоро найдем дробовик. Гробница с гравировкой ангела на ней. Тут есть углубление в форме наконечника стрелы. А вот куда и наконечник применить можно. Да что, спускаемся прямиком в ад. Блин, вот такой, этих локаций в классической нет, не было. Часть версии, в классической версии оригинальной. Никаких кладбищей, там, каких-то спусков, склеп какой-то. Жесть, какие-то надгробия, что это? Каменная статуя с отверстиями на месте глаз. Каменная статуя с отверстиями на месте глаз, носа и рта. Каменная статуя с отверстием на месте носа. Каменная статуя с отверстием на месте рта. Так, что мне это дало? Что-то туда вставлять надо было. Дико танцующий огонь. Прикольно. Что там за гроб? Что это за склеп графа Дракулы? Огонь горит все сильнее и сильнее. Выглядит, как будто он проглотит вас в любую минуту. Цепи двигаются куда они ведут? Какой-то любопытный Крис. Мне так вообще вот мне даже в голову бы не пришло вот спросить куда они ведут? Что? Мне вообще плевать. Мне хочется убраться отсюда и все. Книга идеально лежит в углублении. Книга проклятия. Пипец. Следующая надпись вырезана в углубление. Око за око зуб за зуб. Так. Книга проклятия. О. Ничего себе. Ключик. Книга проклятия. Четыре маски. Маска что молчит о зле. Маска что не чует зла. Маска что не видит зла. маска что не может не говорить не чувствовать не видеть зла. Когда все четыре маски на месте зла проснется. Так. Я не понял. А зачем мне чтобы зло просыпалось? не знаю. Мне это вообще ни к чему. Понятно. Надо какие-то маски находить. либо вот эти статуи это маски в них что-то вставлять вставлять Так. Ну что у нас есть ключ. Это радует. Мы немножко можем продвинуться. Я думаю надо сохраниться. надо сохраниться. Блин у нас вообще места нету. И найти ящик. Надо ящик найти куда можно складывать весь хлам свой ненужный. чтобы он заждал своего времени своего часа. Можете сохранить игру. Ну что ж и на этом я тогда буду заканчивать дорогие друзья. Попали в особняк. Познакомились немножко с его обитателями. С самим особняком. Нашли ключик и следовать дальше уже будем новые помещения. Будем уже в следующей серии. И кому понравилось ставим лайки. Ставим дизлайки. Кому не понравилось подписываемся на канал. Ставим колокольчик чтобы не пропустить следующие серии. И по желанию комментируем. А я со всеми прощаюсь. До новых